Из древности в современность. Знаменитая усадьба в селе Овчурино Ферзиковского района возрождается. Возле разрушенной церкви в честь святителя Николая Чудотворца здесь отслужили молебен. И в залог ее будущей реставрации заложили капсулу с миром от иконы святого в Италии. Тему продолжит Олеся Утятникова. Несмотря на то, что храм в честь святителя Николая Вовчурино далек от первозданного вида, здесь впервые после долгого времени звучит молебен. Чтобы помолиться в храме, местные ездят в Ферзиково, Ждамирово, а то и в Калугу. Но сейчас затеплилась надежда на восстановление церкви. И хотя сроки не определены, будущие прихожане счастливы, что однажды и здесь зазвонят в колокола. Церковь для народа нужна. Народ очень злой, ожесточенный. А я думаю, что церковь людей смирит как-то. Они ближе друг к другу будут, теплее станет. Мы этого долго ждали. Но и для нас Господь дошел. И чтобы он здесь был, да? Да, да, да. А тогда надо раствор сюда. Конечно. Закладка капсулы с маслом от мироточащей чудотворной иконы святого Николая, как залог успешных реставрационных работ. Сейчас от некогда великолепного храма остались руины. Но православные уверены, вера сотворит чудеса. Здесь и дорога прекрасная. И есть люди, которые желают восстановить этот храм. И погода сама говорит о том, что и умершие деревья оживают. И я надеюсь, так же оживет этот храм, так же оживут наши души. И мы в день оный прославим Бога и возблагодарим Его за те милости, которые Он оказывает всем нам. Но здесь надеется не только на милость Бога. Усадьбой в Овчурине уже не первый год интересуется прокуратура. И для этого есть очень веское историческое основание. Поселение Овчурино известно еще с 14 века. Но начиная с 18-го это жемчужина усадебной архитектуры. Эти живописные места своим местом жительства выбирали самые знаменитые дворянские семьи страны. А в 18 веке Овчуриным владел сподвижник императора Петра I, первый в стране генерал-прокурор Павел Ягужинский. Именно сюда великий преобразователь российского государства приезжал к нему в гости. Этот исторический факт областная прокуратура проигнорировать просто не смогла. В память о первом прокуроре страны, усадьбу, которую он построил и в которой жил, два года назад ведомство взяло под пристальное наблюдение. Они убирались на территории и облагородили Дубовую аллею. В знак благодарности представители церкви вручили прокурору памятный подарок. Это та книга, по которой мы все будем судимы на страшном суде. Вам, как прокурору, это не лишнее. Чем мы можем помочь? Мы можем посредством надзорных наших мер попросить, оказать, так сказать, содействие Министерству культуры, нашему Калужскому, поскольку это объект культурного наследия, произвести те действия, которые необходимы для того, чтобы государство обратило внимание на этот храм, на эту усадьбу в целом. И нам бы очень хотелось, если мы, вот так немножечко, как бы сказать, оказавшись рядом здесь с этой ситуацией, если наша помощь будет важной и действенной для того, чтобы здесь что-то восстановилось, храм, усадьба, мы будем только рады. Еле слышно по ступенькам готического дома – картинка, достойная мистического фильма. Несмотря на то, что здание давно в запустении, архитектор Елизавета Черюканова не боится ни привидений, ни крутых лестниц. Практически ежедневно она здесь помогает с эскизами, уверенная, что когда-то дом будет такой, как прежде, достойным визита самого императора. Мы каждый год подаем этот церковь готический дом на федеральную целевую программу, в надежде на то, что нам выделят какие-то деньги на ее реставрацию. В этом году начались, наконец, производственные работы. Произведена полная очистка от деревьев, растительности. Мы подкопали все фундаменты, чтобы взять пробы почвы, посмотрели состояние фундаментов, стен. Оно оказалось плохим, поэтому нужны большие средства на восстановление. Будем считать, что это практически будет заново строиться. В числе уже сделанных работ – противоаварийный ремонт, замена полов, новые окна и двери на первом этаже готического дома. Пока храм не восстановлен, здесь действующая часовня. Всего на реконструкцию усадьбы в соответствии с ее первоначальным обликом требуются десятки миллионов. Неудивительно, ведь ей увладел не кто-то, а генерал-прокурор страны. Но церковь, прокуратура и местные жители настроены решительно. Они верят, что у этой усадьбы светлое будущее. Олеся Утятникова, Роман Сдобнов, телекомпания НИКО-ТВ, Ферзиковский район.